Аккумуляторы Веста Аккумуляторы Веста Вы сумели понаблюдать за тренировочным матчем футбольного клуба Краснодара Вашего нового клуба Какие впечатления остались от этого тренировочного процесса? В первую очередь, конечно, положительный уровень футболистов, достаточно высокий Желание играть и делать результаты у футболистов есть Ну а все остальное – это наша совместная работа Вы уже успели пообщаться с нашим президентом Какие, может быть, цели и задачи перед Вами сейчас поставил Сергей Николаевич Галицкий? Ну мы по целям и задачам еще не обсуждали конкретно Из всего разговора, конечно же, почувствовал то, что Президент – человек очень амбициозный И желающий делать результат Но этот результат должен исходить поступательно, шаг за шагом И, безусловно, на первых порах – это улучшить качество игры И, конечно же, приносить очки клубу Успели уже познакомиться с тем подбором игроков, которые есть в Краснодаре Как Вы считаете, позволяет ли тот подбор игроков решать серьезные задачи? Или нужно как-то улучшать? Да, позволяет, в целом позволяет Но есть Две-три позиции, на которых можно сделать акцент И в заключительном Сейчас этапе Трансферного периода Может быть, нам что-то удастся По трансферам, по приобретению игроков При словолюбе Муслине Краснодар в течение достаточно долгого времени Играл по одной и той же тактической схеме Вы собираетесь, планируете вносить какие-то изменения в это? Сейчас очень мало времени И вносить какие-то изменения Масштабные, глубокие, конечно же, нет смысла Более Тонко сработать В определенных деталях То да, это мы будем делать Сейчас, во время летнего трансферного окна Краснодар приобрел уже 9 игроков Если вы хотите приобрести еще кого-то То на какие в первую очередь позиции вам бы хотелось обратить внимание? Я не могу сейчас вам конкретно говорить Потому что В силу того, что я только недавно пришел И думаю, что определенные позиции Так же, как игроки Это сугубо дело клубное И нет смысла, когда еще Только какие-то идут переговоры, разговоры Обсуждения выносить это Вы могли стать у руля Краснодара еще более двух лет назад Но тогда что-то не сложилось Вот после этого вы как-то стали более пристально обращать внимание на этот клуб? Да, я не скрывал о том, что Тогда, когда первый раз поступило предложение У меня было желание перейти Но в силу всяких различных обстоятельств Это не удалось сделать А так я следил за клубом, за развитием, за игрой То, что клуб прогрессирует И по игре прогрессировал И добивался результатов Это было очевидно Я благодарен предшествующему меня наставнику Славолюбу, да, Муслину То, что он сделал очень много для развития клуба Когда вот вновь поступило вам приглашение Занять пост главного тренера Насколько вы быстро его приняли? В целом, конечно же Предложение, которое было мне сделано В душе я принял быстро Но могу сказать тяжело В том плане, что В моем предыдущем клубе Где я был Много Было сделано И за короткий срок И покидать клуб Очень было тяжело И все детали я решал с руководством И Я благодарен нашему руководству Футбольного клуба Севастополь Что они Пошли на столь Возможно, тяжелый шаг С их стороны Отпустили меня Поэтому здесь Только Благодарность И пожелание Клубу Пожелание Следующему наставнику В целом Идти дальше И добиваться Результатов В чемпионате Украины Ну что ж До очередного календарного матча Краснодара С московским Динамо Остается все меньше времени Что вы можете сказать об этом сопернике Как и в принципе о российском чемпионате в целом? Российский чемпионат Я считаю одним из сильнейших чемпионатов Европы Динамо Также клуб, который прогрессирует По уровню футболиста По задачам, которые они ставят Я думаю, что Игра будет интересной Но мы решаем свои задачи Безусловно, мы Будем играть на результат На положительный результат В свое время вы возглавляли Академию Тираспельского шерифа Это на постсоветском пространстве Одна из сильнейших футбольных школ Значит, вы, соответственно, умеете работать с молодежью И знаете, как с ней работать У нас есть прекрасная футбольная академия Значит ли это то, что Возможно, в ближайшее время Мы можем увидеть кого-то из воспитанников нашей академии Может быть, в составе основы? Да, я знаком с организацией Работаю в юношеском футболе Непосредственно с работой В футбольном клубе Очень сильная школа Я думаю, сейчас Футбольный клуб Краснодар С ее структурой детско-юношеского футбола Одна из сильнейших школ в России И да, мы будем совместно смотреть Изучать тех молодых футболистов Следить за ними Но будем следить И делать это все поступательно Шаг за шагом Поэтому цель, она ясна В будущем Чтобы большинство воспитанников играло Но для этого нужно время И терпение, желание Всех нас Чтобы это все состоялось Спасибо вам большое, Олег Георгиевич Удачи вам и успехов На вашем новом месте работы Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!